А игра свеч стоит. В большей степени для хозяев поля, которые ведут борьбу за призовые места, спартаковцам, наверное, тяжело все-таки будет за оставшиеся туры ликвидировать отставание в 13 очков от лидера. Но, тем не менее, чем черт не шутит, может быть, именно с этой победой спартаковцы начнут свое восхождение в турнирной таблице резко. Тем более, спартаковцам есть заш в течение дня, чтобы эти самые линии были заметны и для судей, и для нас с вами. Ну и для самих футболистов, конечно же, тоже. Куликов традиционно подключается к атаке левый защитник, находит на фланге Ласкина. Ласкин подает удар по воротам. Ох ты! Вот это Дэвид Мудрак приложился. И было ощущение, что мяч идет точно в верхний угол, но давайте посмотрим. Команды играют в футбол, они бьют друг друга по ногам. И это всегда отличает и Краснодар, и Спартак. Краснодарцы в атаке. Удар по воротам! Ну что, голкиперу можно первый сейв приплюсовать. Это Степан Ласкин, который, как я вам, подключает партнера. Дальше передача была от Ананиева в центр. Ну и мяч уже на левом краю. А вот это может быть опасно. Удар по воротам и гол! Вот вам атака Спартака. Первая атака в матче. Первый раз, по сути, вывели на удар одного из футболистов, который сейчас потонул в объятиях. Здорово было сыграно. Вот он, 17-й номер. И мгновенный удар с левой ноги в верхний угол. Ну а Спартаковцы, я думаю, наоборот. Сейчас, после того, как вышли вперед, еще больше уверенности почувствуют. Вот они снова шли вперед сейчас. Здесь неплохой отбор совершили краснодарцы на чужой половине. Можно подниматься. Ласкин. Ну а здесь пенальти показывает арбитр. И делает это мудро. Хладнокровно разводит голкипера и мяч по разным углам. 1-1. 1-1. Видимо, с таким счетом у нас закончится первая половина. Ну а для Дэвида это шестой мяч. Перевод на левый фланг. Доходит таки мяч до Ласкина. Оказалось, зря он ждал мяча. Нужно было идти к нему. Но все правильно сделал Степан. Прострелил. Понятно, что вряд ли по такой игре. В сразнице в пять мячей Спартак выиграет. Но даже минимальная победа. Это будет хороший реванш. Удар Ковалевского. Вот и Евгений один из лучших. Удар поворотом. Это было очень опасно. Еще один удар. Вот так Спартаковцы. Вы знаете, Лев Алим. Это он перешел на позицию центр-форварда. Но скорее всего будет играть Этакую ложную девятку сейчас Алим. Это удар с дальней дистанции от Ласкина. Но не очень опасный. Все контролировал Игнатьев. Наверное, при желании мог бы этот... А вот сейчас хорошо. Краснодарцами разыграно. Удар поворотом. И положение вне игры. Мяч в любом случае выбит с леточки. Хорошо разыграли краснодарцы. Но в какой-то момент, по-моему, Мурат Магомедов немножко опередил события. И, может, его подача станет удачной. Нет, и здесь у москвичи уверенно выносят мяч из своей штрафной. Краснодарцы новую фазу атаки затеяли. Удар поворотом. Игнатьев на месте. Кипер Спартака. Там он и должен был находиться. И все сделал так, как положено вратарю в этой ситуации. Ну что? Вот это атака Краснодара. Алим. Удар поворотом. 2-1. Ну вот она замена. Замена Александра Хорева, которая работает на 100%. И замена, и перестановка. Алим-то вышел сначала в середину поля. И лишь потом был переведен на острие атаки. И как же здорово он разобрался в этом эпизоде. Сделал просто гроссмейстерскую паузу. И затем с левой ноги пробил так, что голкипер знают и выполняют. Притворяют жизнь, скажем так. Ласкин. Передача. Острый угол, но можно бить. Удар поворотом выручает свою команду Игнатьев. И на добивание никто из краснодарцев не успевает. Краснодарцы продолжают мяч контролировать. Не просто контролируют, идут в атаку. подача. Хорошая скидка удара Лима. Добивание. Каким-то образом мяч не попадает. Ворота Богомолов лежит на газоне, показывает всем видом, что его ударили по ноге. Ну вот он, финальный свисток. И трудная, но заслуженная и очень важная в турнирном плане победа краснодарцев в этом матче на «Спартаку».